Я верю, что 22-й будет годом великого прорыва. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. У Бога все еще есть планы и будущее для вас. Так что я хочу укрепиться в вас сегодня. Я хочу, чтобы вы отбросили мысли о том, чтобы бросить все и обрели веру и огонь. Так? Так, Авраам Линкольн – величайший пример настойчивости, за исключением Иисуса, конечно. Если вы хотите узнать о человеке, который не собирался сдаваться, то вот вам пример. Он родился в бедности. А Линкольн всю свою жизнь сталкивался с проблемами. Он проиграл 8 выборов, дважды потерпел неудачи в бизнесе и пережил нервный срыв. Он много раз смог бросить все, но не делал этого. И так как он не сдавался, он стал одним из величайших президентов США. Вот вам пример пути Линкольна в Белый дом. Иногда разговариваешь с некоторыми людьми, которым по 18 лет, и они думают, что Бог оставил их, потому что они не стали миллионерами. Мы будем говорить об Иосифе, но давайте вспомним этого мужа Веры. В 1816 году его семью выгнали из дому. Ему приходилось работать, чтобы содержать семью. В 1818 умерла его мать. В 31 году он потерпел неудачу в бизнесе. В 32 он хотел пойти учиться, но не смог. Он также потерял работу в 32 году. В том же году он не прошел в законодательное собрание. В 33 он одолжил денег у друга, чтобы начать бизнес, и к концу года стал банкротом. Следующие семь лет своей жизни он выплачивал долги. В 34 он снова избирался в законодательное собрание. И в этот раз прошел. В 35 обручился на его невесту, умерла. Это разбило его сердце. В 36 у него случился нервный срыв, и он полгода пролежал в постели. В 38 он попытался стать спикером в законодательном собрании, но проиграл. В 40 он пытался стать членом коллегии выборщиков, но проиграл. В 43 пытался попасть в Конгресс, но проиграл. В 46 пытался попасть в Конгресс снова. В этот раз он прошел и поехал в Вашингтон. В 48 он попытался пройти перевыборы в Конгресс, но проиграл. В 49 пытался стать представителем своего штата. В 54 баллотировался в Сенат Америки и проиграл. В 56 баллотировался на вице-президента и получил меньше ста голосов. Кто из вас знает, что это самое время для того, чтобы сдаться? Так? Он почти 30 лет пытался оставить след в политике, но ничего не выходило. Но в 60-м, из-за его смелости и неотступности, нежелания отказаться от той мечты, которую ему дал Бог, он стал президентом Америки. Аллилуйя! Меня не волнует, сколько раз вы потерпели неудачу. Вы всегда можете подняться. Когда вы падаете, то вы должны научиться чему-то благодаря своей неудаче. Я верю, что Бог желает, чтобы вы не хотели сдаваться. Я верю, что Бог желает зажечь огонь вашей душе. 22-й — это год божественного прорыва. Если вы верите в это, то скажите «Аминь» и прославьте Господа. Ваш прорыв может быть за углом, но вы не можете заглянуть за угол. Какими бы трудными ни были времена, я хочу вам сказать, не думайте бросать Бога, не думайте бросать себя, свою семью, свой народ, свою карьеру, свое видение. Продолжайте держаться во имя Иисуса. Библия говорит, что все содействует ко благу тем, кто любит Бога. Библия говорит, что Он сделает все прекрасным в свое время. Мы не будем слушать тех, кто выступает против, кто провозглашает погибель. Мы слушаем Слово Божие и Его обетование. Бог говорит, не видел глаз, не слышало уха и не приходило на ум человеку, что Бог приготовил любящим его. Если вы любите Бога, то у Него есть чудесные вещи для вас. Бог превратит вашу трагедию в триумф. Бог превратит вашу неудачу в удачу. Бог превратит ваше несчастье в нечто прекрасное. Бог даст вам красоту вместо пепла. Поднимитесь на ноги и прославьте Его. Если вы хотите бросить все, избавьтесь от этого во имя Иисуса. У всех нас бывают мысли о том, чтобы все бросить, а главное не бросать. Я хочу сказать вам, что Бог контролирует вашу жизнь. Это не означает, что один день вас контролирует Бог, а другой дьявол. Бог контролирует все. Он сказал, я построю свою церковь, и врата ада не одолеют ее. Я буду говорить сегодня о том, что Иисус вернется за победоносной церковью, не проигравшей церковью, но за церковью со властью. Мы не поддаемся миру, а побеждаем мир. Первое послание Иоанна 5, глава 4 стих говорит. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, а вера нашим». Первое послание Иоанна 4, глава 4 стих говорит. «Вы от Бога, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в этом мире». Римлянам 8, 31 говорит, что мы больше завоевателей, благодаря тому, кто возлюбил нас. Скажите, аминь на это. Скажите, я больше завоевателя, во имя Иисуса. Мы знаем, что все содействует ко благу. Хорошее, плохое и злое. Неудача не становится таковой, пока вы не сдаетесь. Вы должны снова подняться и взяться за дело. Томас Эдисон на вопрос о многих неудачах в изобретении лампочки сказал так, «Я не совершил 10 тысяч ошибок. Я успешно нашел 10 тысяч способов того, как не нужно изобретать лампочку». Аминь. А вы не получили работу и считаете себя неудачником? А в чем дело? Проблема не в вас. Это означает, что у Бога есть нечто лучшее для вас. Вы должны стать решительней. Вы должны снова подняться, подать заявку на другую работу. Не нужно сдаваться. Не нужно жить с менталитетом поражения. Послушайте, если мы хотим увидеть исполнение нашей мечты, то должны быть смелыми и отважными. Я не сдамся. Я не присоединюсь к клубу сдавшихся. Я верю, что обетование Божье. Да и аминь. Я верю, что все изменится, что все станет лучше во имя Иисуса. Я не знаю, когда, но я верю, что, несмотря на то, сколько раз я проиграю, наступит день, когда я выиграю во имя Иисуса. Сколько бы девушек ни говорили мне «нет», наступит день, когда правильная девушка скажет мне «да». «И вы женитесь на девушке своей мечты». Скажите «аминь» на это, парни, во имя Иисуса. Апостол Павел был одним из тех, кто жил именно так. Он был мужем веры, мужем духа. Он сталкивался с серьезным сопротивлением. Когда приходят проблемы, мы не должны поджимать хвост и поднимать белый флаг. Бог не создал нас такими. Мы выходим на поле битвы, встречаемся с нашими голиафами, покоряем наши горы, проходим наши долины, мы уничтожаем Ваала. Мы не те, кто ищет причины сдаться, уйти, переосмыслить свои мечты и видения. Бог говорит, что обетование Божье «да» и «аминь» во Христе Иисусе. «Если у вас есть обетование, у вас есть и аминь». Единственный, кто может остановить вас, так это не дьявол, у него силы нет. Это происходит, когда вы становитесь нейтральными и меняете свои мечты. Второе послание к коринфянам говорит нам вот что. Это 4 глава 8 и 9 стихи. Апостол Павел пишет в современном переводе. «Нас стеснят со всех сторон, но мы не стеснены». Тот факт, что сегодня вы здесь, означает, что вы живы. Ваш дух не стеснен, и у вас все еще есть надежда на лучшее будущее. Если вы верите в это, скажите «аминь» и прославьте Господа во имя Иисуса. Аллилуйя! Мы в отчаянных обстоятельствах. Мы найдем другой путь и другую платформу, но не в отчаянии. Нас преследуют, но мы не покинуты. Мы сильно побиты, но не убиты. И в 16 стихе сказано. Поэтому мы не унываем. Если даже мы изнашиваемся, телесно изнашиваемся, то внутренне мы изо дня в день обновляемся, так как наши легкие и временные страдания не что по сравнению с весомой и вечной славой, которую они нам приносят. Вечную славу! Мы смотрим не на видимое, не на наши проблемы и трудности. Мы радуемся в Господе всегда. Мы не переживаем о завтрашнем дне. Мы возлагаем свои заботы на Господа Иисуса Христа. А ведь так? Мы приносим свои просьбы Богу в молитве, и мир Божий хранит нас. Мы не переживаем. Мы не слушаем, что говорит телевидение или люди. Мы верим Богу. Даже если у всех будут проблемы во время голода, мы знаем, что будем благословенны. Мы знаем, что можем победить, потому что Бог за нас. Один верующий — это уже большинство. Вы в команде победителей, в команде Христа. Дьявол не может помешать тому, что Бог приготовил для вас во имя Иисуса. Поэтому оставьте мысли о том, чтобы бросить все, и продолжайте бороться. Во славу Божию, он говорит, так как наши легкие временные страдания, ничто по сравнению с весомой вечной славой, которую они нам приносят. Аминь. Мы смотрим не на видимое, а на невидимое. Мы смотрим на Иисуса. Аминь. Когда вы смотрите на Иисуса, ваша точка зрения меняется, вас тяжело сбить с толку. Вы не позволяете вещам поработить вас. Вы не позволяете вещам запугать вас, потому что вы фокусируете взгляд на том, кто победил. Кто воскрес из мертвых? Кто победил могилу? Смерть. Победил сатану и ад. Всякое проклятие закона вы должны смотреть только на воскресшего Христа. И когда вы будете смотреть на Иисуса Христа, то Он будет поднимать и укреплять вас во имя Иисуса. Также послание к евреям, 10 глава, 35 стих. Я верю, что это слова Павла, потому что это слова интеллектуала. Итак, не теряйте своей смелой веры, потому что вас ждет великая награда. Аллилуйя! Вам нужна сила терпения, чтобы открыть поэзию Божьей воли, и тогда вы получите обетование в полноте. Потому что скоро и очень скоро, опять же скоро, и очень скоро мы увидим нашего Господа, а я говорю о вашей жизни. Я знаю, что Он говорит об воюдоостром мече, который находится за пределами земной жизни, но Он также говорит и о нашей жизни сейчас. Бог обещает нам победу в этой жизни. Не однажды, когда мы попадем во славу, на небо. Нет, Иисус сказал, «Я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». Иисус пришел восстановить то, что потерял Адам в Эдемском саду. Вот почему мы не будем христианами, которые ждут автобус вознесения. Мы будем действовать, будем идти за той мечтой, которую Бог дал нам во имя Иисуса. Мы не будем бояться негативного климата этого мира, потому что очень скоро вы увидите царя. А когда придет царь славы, все в вашей жизни, в бизнесе, в финансах, отношениях с детьми изменится. Иисус Христос все еще меняет все. Иисус Христос все еще прокладывает путь. Он все еще творит чудеса. Он хранит обетование. Смотрите на Христа. И когда вы будете поступать так, желание бросить все уйдет, а вера придет в ваше сердце во имя Иисуса. Там сказано, «И грядущий придет и не умедлит». И Он также говорит, «Мои праведники будут жить на основании моей веры, но если страх будет сдерживать их, моя душа не будет довольна ими». Аллилуйя! А что делает страх? Страх заставляет нас отступать. Страх — это то, что сатана использует, чтобы напугать нас, чтобы украсть наши мечты и видения. Страх — это главная причина того, что мечты исчезают из жизни человека. Библия говорит, что народ погибает без видения. У каждого из вас должна быть мечта. У каждого из вас должно быть видение. Вы должны быть наполнены надеждой на лучшее будущее для ваших детей, для ЮАР. Меня не волнует, что мы видим по телевизору. Библия говорит, «И смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих. Тогда-то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их. Бог увидит нас в ЮАР. Ситуация в ЮАР изменится. Мы не будем исповедовать негатив. Мы верим, что Бог поднимет праведных лидеров в ЮАР. И нас ждут дни славы, дни возможностей для каждого белого и черного ребенка, для детей всех рас и цветов. Мы не потеряем свою мечту из-за какого-то коррумпированного политика. Мы верим Слову Божьему. Это наша земля. И каждый ребенок, рожденный в ЮАР, имеет будущее и надежду. Бог обеспечивает это с помощью праведного правительства. Многое не работает, но это исправится. Вы спросите, как, пастор? Благодаря правильным людям. Настанет день, когда наши дороги станут ровными. Я услышу ваше «Аминь». Если вы верите в это, скажите «Аминь» и прославьте Господа. Аллилуйя! Пессимист. Хитрец не сможет изменить то, что предопределил Бог. Мы храним веру. Аминь. Я говорю, мы охраняем нашу веру. Прославьте Господа за это. Аллилуйя! Итак, послание к евреям, 6 глава. Библия здесь говорит об Аврааме. Когда Бог давал обещание Аврааму, так как не было никого больше, чем он, он дал клярву на основании своей целостности, что ее исполнение было так же реально, как существование Бога. Он сказал, не сомневайся, я обещаю благословлять тебя вновь и вновь, дам тебе сына и сделаю твое потомство многочисленным. И таким образом Авраам, терпеливо ожидая веры, увидел, как обетование исполнилось. У меня все еще есть мечты. Есть много вещей, которые я отдаю Богу. На этой неделе мы будем в Порт-Элизабет на стадионе. Мы ожидаем тысячи людей. Если вы живете в тех краях, то приходите на стадион в среду вечером. Мы увидим, как множество людей спасутся во имя Иисуса. Мы верим в это. Наши лучшие дни впереди, и не имеет значения, что делает сатана. Он приходит запугивать, лгать, красть, забирать видение. Но мы должны смотреть на Иисуса. Наша надежда не должна угасать. Наше видение, наша смелость не должны угасать во имя Иисуса. И когда ветры проблем подуют на нас, мы должны противостать бури и начать двигаться активнее. Мы должны приложить усилия, поднять взгляд во имя Иисуса. Мы не должны ослабевать, даже если нам кажется, что мы слабые. Библия говорит, пусть слабый скажет, и я силен. Все могу. А в укрепляющем меня Иисусе Христе у нас могут быть задержки, объезды. А это не означает, что Бог отказался от нас. Божье обетование, а не «да» и «аминь». Вы вернете то, что потеряли благодаря силе Духа Святого. Вы можете сказать «аминь» на это. Во имя Иисуса Христа и во славу Божию. Аминь. Это означает «я согласен». Мы отказываемся колебаться, пугаться, бежать в долину отчаяния. Люди говорят, не все могут быть великими. Почему? Бог есть Бог великий, а вы были сотворены по образу Божьему. Библия говорит, что мы должны наследовать Бога. Я не сказал, что все могут быть миллиардерами. Я сказал, что все могут быть великими, потому что великий Бог живет внутри вас. У всех могут быть видения, сны во имя Иисуса. Все могут продвигаться вперед и приносить плод. Мы не были спасены для того, чтобы успокоиться. Библия называет нас странниками. Это означает, что вы можете быть чудесным учителем, лучшим учителем в школе, лучшим учеником в школе, лучшим доктором в той больнице, лучшим родителем в том районе. Вы можете быть великим, потому что вы созданы именно для этого. Я хочу сказать сегодня вам, дорогие телезрители, Бог любит вас. Бог не отказался от вас. У Него есть будущее для вас. Не бросайте Бога во имя Иисуса. Аминь. Прославьте Господа. Субтитры создавал DimaTorzok